Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения на последнем уровне сложности, на божестве. Ну то есть я себя как бы с богом сравниваю в игре в Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm за новую цивилизацию Великую Колумбию. В русском оказывается Великая Колумбийская империя. За Великую Колумбию, которая появилась в New Frontier's Pass. В общем пытаемся тут что-то сделать. И это конечно страдание, боли страдания, потому что территория хреновая, соседи очень сильные. Кое-как смог вот тут немножко раскачать науку, но боюсь, что через 5 ходов и она закончится. Тут немножко повоевал с Шотландией, хотя которая сама напросилась по-хорошему. Так, что я тут открыл? Давайте смотреть. Что я тут открывал? А, госслужба. То есть хотелось бы с кем-то союз заключить, да? Блин, тут нам бы конечно в меркантеле... Ну ладно, пойдемте в наемники пока. Пока так. Тут я ничего менять не буду, кавалерию строю. Хотя может тут что-нибудь вместо производства поставить. Ну, рабочих я не хочу. Действующий губернатор с двумя и более повышениями довольства и жилье. Ну, в принципе, Пингала и Виктор на это... Ну, тут жилье достаточно. Тут жилье... Сейчас еще этот появится. Нет, тут пока... Не буду ничего менять, мне производство важнее, мне кажется. Да. Что в городах? Тут мы продолжаем все еще всадников делать. Это у меня задел под моих Льянеро. Я думаю, что они очень крутыми должны быть. То, что за соседство... Да, вот это, конечно, очень странная какая-то хрень. Я не понимаю... В прошлой серии я удивлялся, сейчас не понимаю. То есть, могло быть от разлива реки, но эта клетка не рядом с разливом реки. Откуда здесь производство? И она меня... Блин, у нас только белорусское слово «збентежило» вспоминается. Ну, ввела в заблуждение. Я думал, что это холм из-за того, что тут одно производство. Я вырубил здесь лес. Да, это очень, не очень удачно получилось. Очень, не очень. Эта лошадка у нас засвечивает территорию, чтобы не было варваров. Тут у нас копейщики возвращаются на родину. Так, пропущу тут ход. Как-то он странно ходит. Блин, вот Сеги тоже можно было бы захватить на самом деле. Он может повоевать с Венгрией? Да вообще-то, наверное, со всеми... Так, давайте попробуем с ней... Вот со Швецией я бы военный заключил. Что-то она деньги хочет. Я бы ей заплатил... О, видите, она готова. О, и у нее еще и чай есть. Слушай, давай поторгуем. И она явно хочет мне за это заплатить даже. Вот так. Отлично. Я вообще удивляюсь, что у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов. У Швеции пять. И она опережает меня и по науке, и по культуре при этом. Просто обалдеть. Так, с норвежцами мы просто в дружбе. Ну, я вот опасаюсь в Норвегии союз заключен. Ну, то есть я бы хотел, конечно, караваны пускать. А кого... Ну, Швеция и Рим не любят. Это ладно, вот Венгрию, вот это проблема. А, слушайте, она с Римом даже в войне до сих пор. И Кри. А кого Венгрия любит, чтобы вот как-то с ней... Она вообще никого не любит. Охренеть. Со мной более-менее, кстати, все еще. Блин, Венгрия... Вот Венгрия реально... Меня даже сейчас вот Венгрия больше беспокоит, чем Рим. Потому что Венгрия, она... Ну, она круто всегда развивается. Это, блин, такая цивилизация, что... О! Смотрите, заработали линии Наски. Отлично, слушайте, ну ладно как-то... Блин, мне кажется, и Хатусу надо засоюзить. Так, давайте сначала мы поставим первый посол и в Хатусу отправим. И надо три... По слотам. Дальше открываем феодализм и вернем. И надо Наску как-то. Что Наска хочет? Проложить торговый путь. Это... Это выполнимо. Блин, ну вот куда мне этого теперь рабочего отправлять? Давайте, наверное, здесь... Обработаем... В богате. Нормально, богата растет более-менее. Вот сейчас надо 10 вырастет, и мы начнем строить... Промышленную зону. О, Каракас. А как бы мне... Откуда бы мне Данаски... Добить? Мне нужен там посол. Из Кахокии только? Серьезно? Подождите, но это нет. Мне надо сначала из Каракаса отправить. Здесь тут дорога не проведена. Так что пока из Каракаса отправляем. И отправлю я, пожалуй, в Рим. А, блин, это морской путь, поэтому... Он такой неплохой был. Так, что-то немножко затупил я. Так, в Наске мне нужно 6 послов, да? Чтобы стать сюзереном. Мне вот здесь надо будет эти иероглифы нарисовать. Ну, давайте, наверное, уже... Что-что в картахе не обрабатывается. Надо вот эту рыбу обработать. Какие-то кампус готов. Хатусу я закинул, поэтому надо библиотеки строить. Тут кампус вообще никакой будет. Центр коммерции, наверное, стоит какую-нибудь сделать. Тоже слабенький. Священное место на плюс 2. Блин, все как-то... Все как-то не очень. Акведук. Мне тут не хочется строить. Ладно, давайте тогда всадников. Надо к Лионеру подготовиться. Вот тут у нас доосизм с протестантизмом. Борь. Ух ты. Сегет мы в пользу, что ли, отваливается? Серьезно? Нормально. Но я просто в золотом веке, а Венгрия в темном. Мне кажется, через 4 хода это все изменится. Поэтому особо радоваться не стоит. Польша тут идет город ставить. Блин, так что-то Сегет хочется захватить. Блин, хреновый флотоводец достался. Кто-то выкупил. Был флотоводец на дополнительный торговый путь. А этот просто на плюс 3. Но я его пока не буду использовать. Поплавает у меня тут. Шотландцу не нравится, что я великих людей нанимаю. Так, пингалу больше не надо качать. Так, что мне? Клетки выкупать. Соседство. Давайте посмотрим, какие у нас тут соседства гавани. 4. Ну там пингала сидит. 3. 3. Наверное, тогда Рейну в Папаян. Рейну в Папаян, пожалуй. Почему в Папаян? Потому что она в дальнейшем прокачивается на бонус соседства от центра коммерции гавани. Тут самый большой, ну самый большой бонус соседства, конечно, в богате, но тут у меня и так пингала сидит. Конечно, я не буду пингалу на Рейну менять. Блин, Сегет реально захватывается просто на раз-два. Но что-то так с венгром не хочется портить отношения. До появления моих... Слушайте, может мне в них идти побыстрее? Лионеро. Ну мне кажется, Верфи это важно. Именно в моем случае Верфи это важно. А в Лионеро что надо для ускорения? Форм управления шестью ячейками. Так, возможно. Два университета. Блин, ну это надо открыть. Две бомбарды это вряд ли. И... Уничтожить врага с помощью рыцаря. Все как-то не очень. Так, зал для приемов мы сделали. Блин, что так плохо тут растет город? Еды вообще нету. Так, тут мы отложим на один ход. Я начну промышленную зону строить. Что здесь? Всадников продолжаем. Мне кажется, если я доберусь до Лионеро, я просто тут всех разнесу. Ой, симпала отпала. Еще от стеков один город, походу, остался. Угу. Аскопацалька. Аскопацалька. Асканкарват построил. Альгамра. Это на другом континенте где-то. Срок дружбы с Кристиной. Я даже союз уже заключил. Блин, не знаю, с норвежцами. Не хочется, не хочется. Да вы, до сих пор вот эта хрень, да? То есть я держу тут свои войска у тебя на территории, но я нарушил обещание Риму. Топический лес восстановлен. Тут давайте на производство. Кумази что-то там хотел от меня. Нормальненько. Два посла уже там. Вообще, что там? Вот Кабул, например. Мне очень хотелось бы Кабул оставить своим... Вот Троян уже начинает закидывать. Катапульту хочет Кабул. Потому что он так мне прокачивает юниты. Ладно, пока заканчиваем ход. Килово Кисивани. Это все на другом континенте происходит. То есть я уже всех на своем континенте нашел. Там на другом континенте дикая стройка. Так, первый город из десяти жителей у меня. И начинаем промышленную зону строить. Потом в Кита надо будет. Так, слушайте, в Кита я вообще даже сейчас могу. Конечно, было бы круто и коммерческий район. Коммерческий район этим мы вот здесь построим. Потому что, вот видите, дамбы с экведуком нужны для промышленной зоны. Давайте я помечу, что тут будет коммерческий. Можем купить караванчик, ну, наверное, в Попаяне. Это последний, откуда у меня еще ничего не бегает. Блин, может... объявить воин я понимаю, что вы можете сказать, что он отвалится по лояльности и так, но это только потому, что у меня золотой век через три хода у меня начнется темный а у венгра скорее всего золотой может даже и героический и все поменяется за три хода он не отвалится в этом дело ну надо в носку отправлять из кахоки, вот теперь так, галерки у нас будут тут стоять ожидать апов каравеллы так, промышленная зона на плюс два есть тут, конечно, нужен рабочий давайте сначала рабочего вот, тут и дамбу можно поставить о, подождите вот тут на плюс один, да? только если на плюс два вот сюда кампус нет, тоже плюс один короче, надо дамбу видимо вот сюда ставить не сейчас просто в будущем вот сюда дамбу сюда промышленную зону так уже веселее но сначала сначала строители еще так, я купил караванчик угу тем временем у Кри 113 81 просто просто улетает парень у венгрок уже, кстати, меньше науки и культуры чем у меня хотя он там впереди блин, вот если я доживу до своих Лионеро мне кажется тут всем попочка моя жопка придет колумбийская жопка под кокосиком потому что у меня эти юниты которые плюс 5 за соседство это ну то есть когда у тебя 2 это всего-то плюс 5 но когда их у тебя то есть вокруг юнита может быть 6 юнитов то есть это плюс 30 это ж мрак давайте так возвращаем 2 влияния кавалерия не, наверное производство пока оставим до сих пор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... да особенно кто-нибудь воюет рим о опаньки блин теперь мне хочется на рим напасть поле что же со мной делать и к шамер идете так на куски прямо ну все-таки вот это все не берется может пускай не повоюют пока я все до леонера дойду ну римские города для меня пока не берутся вот на данный момент и как бы нападать когда они вдвоем друг дружкой воюют так вот нас как хочет мой отстать тебя уже нету на карте считай что там выделываешься так и мне надо я следующим ходом смогу опять нас куза союзить и мне собственно надо в баринасе опять рисовать фломзиком ну наверное здесь сделаю эту клетку надо выкупить будет вообще ну да прочь покупаю тут строителя пока куми уже всадников 4 маловато маловато в богату 33 прямо отлично прокладываем в каракасе продолжаем пока всадников делать коняшек не хватает так 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 кампус нигде не поставить промышленную зону плюс 1 до ключ так грустно то все залив геликарнасе ну как-то маловато моря возле геликарнасе в богате бы зашел но я бы здесь что-нибудь другое поставил ух ты как сложно слушайте какая сложная партия все как-то вот как-то вот это надо и это и и знаете катапульту тогда ладно там требует город кабул как раз да да его надо тоже обязательно всю зереном оставаться слушай ну кри ну давай ты будешь как-то рационален ты до меня не доберешься да ладно ну я все сюда волью блин но сейчас пройдет это будет трындец ну это шотландия видимо подала фу господи хорошо что все влился эти пять на пять кто и голосовал за кри и рим блин я бы сейчас воевал так это катер на даже не шотландия подавал шотландия еще против голосовала фу ой как пронесло лагерей дают дополнительное нет ничего не надо зато у нас дополнительный посол появился ставимся опять сюзереном нас кем и рисуем всякие непотребства эти 33 еды но все-таки нас к это не выход для городов на пустыне переживайте вот эти клетки не работают тогда но я когда выйду в леонером я конечно сначала будет рим собирать буду держать пока всех здесь кстати вот этот нет какой какой у меня там уже есть уйти в отставку вот плюс 4 к боевой мощи унитов ближнего боя оправите ближнего боя он наверно считается потому что всадники наверное считаются юнитом кавалерии ли надо ли тут ремонтировать я вот думаю может тут промышленную зону строить все-таки плюс 3 будет а вот здесь плюс 2 и тут будет плюс 4 на самом деле поставки а дамбу в кахоке построим так что промышленную зону стоит здесь строить так ладно что с кампусами плюс 4 ничего себе тут кампусы есть вау и я бы наверно я бы наверно даже вот на этой пустынной клетки построил нормальненько то есть пока то восстановим здесь ферму собираю армии в клапусу непонятно пока не куда двигаться поэтому их тут всех собираю в центре так кита промышленную зону до то у нас в очереди будет акведук а в богате передать эту клетку в богате у нас будет в очереди дамба блин девять ходов я пока поставлю очередь надо в мастерской будет хотя мастерская даст производства во первых шичикалька отвалился камон к норвежцам катя тут тоже какой-то вольный город отвалился блин все на том континенте что-то строится что у нас вообще по победам тут впереди ребята какие-то по науке которых я не нашел то есть кри со своей 113 81 это какой-то сосунок до 1012 кри о май гад секри захочет кого-то забрать он просто придет и заберет тебя 818 у норвежца ладно там они между собой ладно ну и да сизм я хочу ко мне кри плохо то есть свяжетит его дружбан да сест нет минус 15 просто вот скорее всего из-за городов государств из-за кахоки и точнее так да надо вот тут рыбку обработать шумя город не растет вообще никак так и да и да и да 3 хода если так 66 и 3 нормально вот так оставим пока картохена вроде так и нормальный город должен быть но вот из-за сложностей с ростом да вы достали ну серьезно нас к у риму нравится когда большим перед так я не думаю что рим скоро решит на меня напасть темный веку часто разорить про по лояльности стоимость на улучшение пока кайта мы ничего не используем продолжаем строить кавалерию и блин ну каравеллы мне надо травы открыть каравеллы потом массовое производство и потом уже сюда универы надо так ну в принципе не так все плохо у них нормальные века то есть меня на меня тут не особо будет сейчас давить так торговые пути специализированный район но районы не так сейчас я много буду строить давайте наверное вот реформа денежного обращения серьезно ну 0 9 это терпимо это верно из-за польши до минус 20 ни хрена си ну видимо надо виктора пересадить вроде с жильем нормально все блин ну вот вот это закончился золотой век называется блин минус 10 болены тут еще все вообще есть на самом деле я пожалуй до пикинера улучшу хотя бы так я могу нет нет счастья на надо хоть с кем-нибудь поторговать так какао венгар рим и все все остальное просто есть или по единицу остальных блин минус отвалится из золотого века польши да неудачно неудачно надо было освобождать для не успел тут носки нарисовать блин мне так не хочется вкидывать послов в носку постоянно создать рыцарей создать катапульту не хочется приходится иначе баринас просто не будет расти да видимо будет тут еще нарисовать ну вот вокруг улуру еще более-менее да хоть что-то дает а вокруг остальных клеток так что этот дает грегор макгрегор плюс один уровень наземному военному юниту а также золото 50 процентов от стоимости покупки юниты как-то вообще слабенько да по сравнению с другими так ну меня тут есть в принципе что обработать так давайте пока юнитов сюда их консолидируем вокруг будет зависеть от того так мне надо выйти в рыцарей апнуть в рыцарей стремя картография два хода наемников я открыл но мне видимо надо поменять так всадников блин тут вот это неудачно что она поменялась промышленная зона нигде нормальная не ставится кампус в этом городе нигде нормально ну давайте наверное центр коммерции вообще без ничего только чисто ради так акведук у нас где если я здесь поставлю акведук например да тогда здесь возможно промышленная зона тут плюс один из-за может колеческий район тогда хотя бы здесь где-нибудь давайте наверное тогда сюда акведук ну говняный все равно район вот города в этой пустыне все фиговые видите если бы нас к вот так не работало что вот эти клетки нельзя обрабатывать можно еще было что-нибудь сделать а так просто жопа вот как не такая территория выпала не понимаю ну или хотя можно промышленный район здесь да не лучше эту занять все деньги потратил 24 хода трындец в общем меняю тут на скидка в улучшение каравеллы будем аппать и тут пожалуй содержание июня сколько я трачу вообще на содержание 26 надо пока поменьше беру производства меня не просто не хватит через два хода откроются каравеллы мне не будет денег на апгрейд торговец тут три хода тут восемь через четыре хода блин уменьшаются жители за эту клетку выкупать здесь блин как тяжело здесь в этой партии и и города менеджменте и воевать и вообще все так как-то напряжно уж без ама я играл ну если я пока торговую а ну тут средневековый ярмарк имел бы конечно вот в мои асьенды идти выйти и просто все застроить асьендами блин ведь я зря менял вот это зря оставил я через два хода опять мог бы сделать нет вот кабул ну ладно я там построю сейчас катапульту тем более честно не воюю так я бы голосовал 100 претензий кри а торговые пути не знаю продолжим ко мне неизвестный игрок не известный игрок все все на том континенте короче вся все тусева сосредоточен на другом континенте мы тут так в песочнице возимся ну кстати можно нарисовать и здесь так тут маяк еще торговый караванчик они воюют еще до интересно что они делают как вы меня посмотреть на это действо может попросить проход у рима он наверно даже и заплатит мне за это а не могу у нас плохие отношения уважает империи ну тут все уже пора бы и как-то мириться мне кажется даже он шотландец я у него два города забрал и то блин минус 14 ну что делать с вильнусом рейнов попаяние присела можно расти и давайте еще проверим города к хокке приходит пожалуйста кинопроизводство вильнус тут на рост блин так жалко вильнус терять еще пофигу киото киото вот эти надо клетки выкупить для киото вот здесь какие то не знаю фермы что ли сделать у инка расти галимы кимистан каждый раз и все это смотрю и просто сердце кровью обливается невозможно конечно рим нормально какой без защиты шина нагрел меня самый крутой флот театральный губернаторский титул так что у нас тут есть второго уровня апнули и первым там варваров не будет что этого тоже апнем и поплывем наконец встречать ребят с другого континента варваров не будет 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 Кампус 1 Блин, и Картахена отваливается? Да вы прикалываетесь А то Виктора, конечно, пересажу Но это... Боже, я хочу убить Рим Ну что так тяжело-то, ну? Что за страдания такие? Блин, я прям даже не хочу здесь обрабатывать Ну, он же отвалится Ну, я не смогу ничего сделать с этим городом Ладно, короче-то я тут Виктор и Пересар Вильнюс, короче, все Я его отобью обратно, когда он станет ничьим Но... Это, конечно, обидно Так, Кабул встал Да Я, короче, жду Лионера, чтобы просто снести Рим Нафиг Так, что мы можем такого сделать, чтобы... Только две бомбарды Но я в бомбарды не пойду Мне надо в Лене рытье Но мне нужен рыцарь на самом деле Поэтому... Слушайте, давайте откроем Стриме... Нет, давайте даже сначала военную инженерию Потом стриме Потом вот так И вот так Потому что появится селитра Это обработка А, кстати, я ж могу поменять эту карточку Мне не надо апгрейдить Давайте обратно на... Кавалерию Да, но древнего мира и античности А у нас теперь в городах строятся не всадники А летучие отряды Как бы эта карточка не будет работать теперь Поэтому содержание юнитов давайте и... На... Поселенцев, пожалуй А, не поселенцев, на строителей Вот так и делаем строителей Блин, сорок пять ходов А что так долго-то? Вообще, что ли, производства нету в этом городе? Ну вот Ну вот Так Как вот тут что-либо делать? Да Наверное, промышленную зону Уже пожар где-то в тундре начался Вообще, офигеть Так, Виктор приехал Ну, видите, я могу Какого-нибудь губернатора Но он отвалится Этот город все равно Смысл? Смысл мы сюда губернатора Отправляйтесь Отваливается Ну, через сколько ходов он станет независимым? Три хода Мне бы сюда подвезти арбалет И забрать его обратно, да? Хочу какая-то просьба о помощи была Может сюда лян посадить? Картахену лучше А Викторов Куэнку Остальные-то города у меня держатся Кроме... Ну, блин, вот видите Вот так вот он Хочет 10 лошадей Слушай, ну мне Как бы вот скорее виноград нужен, чем деньги О, она готова согласиться И деньги Вот так давай Нормально Вот это хорошая тема Ну что, появилась селитра? О, есть селитра Правда одна всего лишь А вот еще вторая Дайте глянем Далеко, 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 далеко На лугу пасутся ко У меня две есть В принципе, можно обрабатывать Ну, на этой Радостной ноте, пожалуй, закончу серию В общем-то, идея такая Я открою универы Построю везде, где у меня есть кампусы Открою массовое производство Построю верфи И пойду Ну, эстреме я ради рыцаря Там у меня есть Коляска Я апну рыцаря Попробую Как раз у меня Вильнюс есть Мне надо для ускорения Военной науки Убить врага с помощью рыцаря То есть, вот Вильнюс отвалится Тут появятся враги Я попробую этим Юнитом убить Поэтому я сейчас в рыцаре иду Потом пойду в Лионеро И мне кажется, Лионеро Тут будут работать Потому что это их способность Плюс 4 За каждый юнит Лионеро В соседней клетке То есть, у меня Всадников, например 4? Чё так мало? Чё так, казалось Я больше настроил Серьёзно, 4 Ну, даже хорошо 4 Это уже плюс 16 Так? Это уже серьёзная сила Попробуем Рим снести Тем более, он с Венгром воюет Надеюсь, до сих пор Да Это отлично Они там друг дружке Армию убивают Так что, до встречи в следующей серии Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своём экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok